Всем привет! В этом видео я расскажу как арендовать сервер на DigitalOcean и 2 месяца пользоваться им бесплатно. В первую очередь заходим на сайт DigitalOcean и жмем кнопку логин. То есть нам надо зайти. Если у вас нет аккаунта, зарегистрируйтесь по моей ссылке, которая в описании, и вы получите 2 месяца бесплатно. Если у вас есть ваш аккаунт, то заходите, вводите логин и пароль, и вы попали примерно в следующее окно. Но у вас скорее всего будет выглядеть по-другому, потому что у меня уже есть свои сервера. Что вы делаете? Вы нажимаете сначала Create, Droplets, и выбираете прежде всего операционную систему вашего сервера. Тут есть вот такие варианты на выбор Ubuntu, FreeBSD, Fedora, Debian, CentOS, RockyLinux и различные версии. Выбор версии лучше всего согласовать с программистами или системными администраторами, которые будут работать с этим сервером. Либо выставляете на свой вкус. Чаще всего использую Ubuntu сервер, ну и естественно лучше всего брать последнюю версию. Вы выбираете план. Есть базовый план или план оптимизирован по каким-то параметрам. Ну например, базовый план это такой средний вариант, где всего, всех ресурсов нарезано по чуть-чуть. Если базовый план вас чем-то не устраивает, вы выбираете либо эту вкладку, это чуть усиленные сервера, либо сервера, у которых оптимизирован один из параметров за счет других. То есть допустим, в случае вот этой вкладки у вас будет сильный процессор, но за счет этого остальные параметры менее сильные. В случае вот этой вкладки у вас будет много оперативной памяти, но за счет других параметров. Вот этот вариант это когда у вас большой жесткий диск, но все остальные параметры чуть хуже. То есть базовый это по среднему все параметры, а вот эти варианты это сдвиги без сильного увеличения цены в сторону либо процессора, либо оперативной памяти, либо жесткого диска. Также в базовой комплектации вы можете выбрать что-то из вот этих трех параметров. Из трех параметров процессора. Либо обычный процессор Intel, либо крутой процессор Intel, либо процессор AMD. Если у вас нет планов, что у вас будет высокая нагрузка в ближайшее время, я советую взять минимальный тариф, потому что потом впоследствии его можно будет улучшать. То есть например перейти на вот этот план к вот этому, можно очень быстро и легко, буквально за минут 20. Это же тут можно менять в админке. Но тем не менее вы не будете долгое время переплачивать. То есть например мы запустили проект, работаем с сервером за 5 долларов, прошло время мы увидели, что нам не хватает и мы за 20 минут перешли на сервер за 10 долларов. Это очень быстро и легко, зато там полгода примерно мы сэкономили по 5 долларов в месяц. То есть я выбираю базовую комплектацию за 5 долларов. С расчетом на то, что я в любой момент могу ее добавить. Если мне необходимо, я могу добавить жесткий диск. Ну, у меня нет такого потребности, поэтому я не буду этого делать. Необходимо выбрать то место, где будет располагаться мой сервер. Это один из важных параметров, так как нам надо учитывать, где наши пользователи. То есть чем ближе наш сервер к пользователям, тем лучше. Нью-Йорк, Сан-Франциска, Амстердам, Сингапур, Лондон и так далее. Если у нас большинство пользователей сосредоточено в Европе, то нам нет смысла брать Нью-Йорк или Сан-Франциско, так как соединение будет довольно длинным. Ну, естественно, Торонто тоже отпадает, как и Сингапур. Чаще всего оптимальный вариант это либо Нидерланды, либо Германия. Вот тут есть циферки. Вам они ни о чем не говорят, мне тоже. За что они отвечают? Допустим, в Сан-Франциско есть три дата-центра DigitalOcean. И условно можно выбрать, на какой из них будет размещен ваш сервер. Ну, в данный момент в Сан-Франциско только на третий можно. Ну, допустим, в Нью-Йорке можно выбрать первый или третий. На что это влияет, я не знаю. Я пробовал по-разному выбирать. Я не могу сказать, что это как-то влияло на производительность сервера, поэтому я это игнорирую обычно. Выберем Амстердам. Дальше нам предлагают выбрать дополнительные параметры. IP6, юзердат и мониторинг. Скажу честно, я ничем из этого не пользовался, поэтому сказать плюсы или минусы не могу. IP6 может вам пригодиться, но это вам скажет человек, который будет обслуживать сервер. Если он вам не сказал, что нужно IP6, то можно его не включать. Хотя я бы включил, потому что оно по умолчанию, ну, оно не мешает, есть не просит. Как и мониторинг. Вариант входа на сервер. Вы можете использовать либо SSH-ключ, либо вход по логину и паролю. Если у вас есть генерированный SSH-ключ, и вам так удобнее, выбирайте SSH-ключ. Но, скорее всего, если вы смотрите это видео, вы вряд ли понимаете, что такое SSH-ключ, поэтому лучше используйте вход по логину и паролю. И здесь можно загадать пароль. Здесь можно сгенерировать пароль или указать свой, который вам надо. Или сгенерировать какой-то надежный. Для теста я введу максимально простой. Естественно, DigitalOcean такой пароль не нравится, и надо что-то там добавить. Ну, например, вот такой. Никогда не ставьте такие пароли. Это тестовый сервер, я его записываю исключительно для видео, и после видео сразу же удалю, поэтому я могу себе такое позволить. В боевом режиме нельзя так делать. Вы можете назвать как-то ваш сервер, чтобы вам было удобно на него смотреть. Ну, например, там, имени хоста, то есть у имени сервера не должно быть пробелов. Тут можно добавить теги, если у вас не так много серверов, вряд ли вам это пригодится. Все настройки, которые обязательные, закончились. Можно еще включить бэкапы. Что это такое? DigitalOcean за вас будет автоматически хранить копии вашего сервера, и что-то, и вы в любой момент сможете восстановиться из копии. Если хотите, ставьте галочку, и DigitalOcean каждый месяц будет делать копии. Ну, то есть раз в 4 недели. Это стоит 20% от стоимости сервера. То есть сейчас мы выбрали серверы за 5 долларов, то есть мы платим каждый месяц по 5 долларов. Но еще 20% мы будем платить за бэкапы. Когда проект вырастет, мы возьмем больше сервера, и бэкапы будут стоить еще дороже. И так постепенно у нас будет расти, если будет расти стоимость сервера, будет расти и стоимость бэкапов. Поэтому ставьте на свое усмотрение. Я обычно не ставлю, потому что я бэкапы делаю руками и сам. Бэкапы раз в 4 недели меня категорически не устраивают. Это очень долго. То есть в бэкапах хранится максимально неактуальная информация. Теперь проверяем, все ли мы правильно проставили. Операционная система правильная. План правильный. Сервер выбрали правильно. IP6 отметили. Пароль установили. Вот, все. Если все у нас хорошо, мы нажимаем Create Droplet. И сейчас DigitalOcean будет разворачивать наш сервер. И мы видим прогресс. Видите, ползет. Что на данный момент происходит? На данный момент DigitalOcean устанавливает на наш сервер операционную систему. Когда эта полосочка дойдет до конца, мы сможем на него заходить по тому паролю, который мы установили. Все. Сервер готов. И теперь мы можем с помощью SSH зайти на этот сервер. Копируем IP-адрес. Заходим в командную строку. И пишем SSH. Root. Собака. IP-адрес сервера. Тут нас спрашивает Yes, No. Соглашаемся. И мы можем воспользоваться нашим сложнейшим паролем, который мы ввели. Все. И мы зашли на сервер. Можно начинать работу. Если вы заказчик, и вы не будете настраивать сервер самостоятельно, то просто такие данные, как IP-адрес и пароль, вы передаете программистам или администраторам, и они уже дальше все настраивают. Если же у вас, вот ваш сервер, все у него хорошо, вы его видите в панельке. Если у вас возникнет потребность что-то с ним сделать, например, расширить, вы можете зайти в редактирование сервера. Тут есть более подробная информация о его нагрузке, пока у нас тут все чисто. О доступах. В любой момент вы можете сбросить пароль вот этой кнопкой. Можете его выключить вот этой кнопкой или вот этой. И если вы на каком-то этапе жизни сервера захотели расширить его функциональность, вы заходите в Resize, выбираете на какой сервер вы хотите поменять, нажимаете мышкой. Убираете тариф, на который вы хотите перейти, выключаете сервер. Когда сервер выключился, вы можете нажать кнопку Resize. И через несколько минут к этому серверу добавятся те ресурсы, которые вы выбрали. На этом все. Если есть какие-то вопросы по DigitalOcean, пишите в комментарии, отвечу.